смотрите стоит теперь сажать лишние сайлансы сеянцы с гриды на новое место или посадить косточками немножко некорректно вопрос поставлен ну хорошо догонит лисеянцы из косточек и давала на пересажены догонят вот некорректно вот если бы сказать так вот посадил школ куда те которые останутся навсегда его никто не доводит которые останутся на месте который будет присажена не сильно отстанут просто тогда стоит вопрос другой эти пересажены а если спустя год посадить косточками те которые хвостиками догонят пересажена до догонят потому что те наоборот будут на последнем месте вот примерно такой ответ действительно ли скороплодный номер один скороплоднее другие становятся или от примерно одинаковые как я выявил скороплодный номер один объясняю он взял заразу и зашел на второй год а на третий дал уже прекрасный урожай а остальные еще ну все еще года два ждешь обычно он выделился и всех казалось бы ура выписывайте номер от жизни не надо много ждать до третий год а кто у него папа а кто от кого ветром надуло или пчела мы не знаем поэтому когда мне спрашивают а потом что будет скороплодная а чем не голову морозить я понятия не имею зачем мне это при моем авторитете выдумывать себе чтобы вы купили именно один вот я всегда говорю побольше котлет побольше сосисок как мультфильмы так и тут побольше скороплодных номер один побольше номер два побольше номер три а там также выявится и скороплодные уже у вас саду так на каком-то вебинаре слышал что вы пробовали высаживать косточки академиков королевской да было дело когда это было как они растут пережили зиму ляресла текущих сезон смотрите я рассказывал три года назад я посадил косточки академиков там диспетаз вот и колески королевские академиков зашли почти все а королевская наоборот один просто зашел рассадил я в глину откуда там глина взялась я не знаю но у меня не было другого места первый год вот так второй год добавилось так и третий год он сейчас заканчивается ну уже прилично выглядят потом соленосадной поделимся так и пересаживать придется потому что они вот так растут может оставлю парочку остальные отсажу вот что будет дальше я не знаю меня просто достали что будет из ваших этих ну фаина выросла у карташовой кати челябинске она не чужой не чек она редактор моего сайта так вот у нее есть фаины выросли помельче но и шикарнейшие плоды хоть и помельче своими так вот а с академиков да вы что думаете вот сейчас вот если взять заходите вам покажу эти академики сейчас здесь далеко ходить то не надо а нет те могут быть с прививка не буду показывать обману могу обмануть и так придется вам пробовать академики заканчиваются королевские заканчиваются и и они давно кончились действительно было спрос большой но вы знали знаете люди сошел гонокем шоцкультурные кости якобы вырастут дички вспомните если там миллион сто тысяч подписчиков если уважаемая дама говорит что железово то у железова ложь и мошенничество цитирую потому что у него при свободном околе не вырастут дички и др. д. вот с академика получить дичок замучаетесь никогда я бы голову на сечение дал я бы ящик какой ящик я бы целую бы этот самый комнату заставить ящиками с коньяком я бы рискнул взял бы даже это если проиграл взял бы даже кредит но я бы ну чего угодно на миллион бы поспалил просто что никогда с академию королевские дички не выросло а тем дамам откуда-то знать а вот а у меня то есть папка называется ну слово нехорошее мои сорта в чужих садах ну слово чужое конечно неприятно звучит но так папка называется и кто-то из вас за фильм видел я уже взял первый фильм снял пошел подряд там почему-то больше попадались пока персики из косточек результаты я приход с из косточек помните вот уже с этой папки я как бы я цитировал так что получается что да по академикам королевской лично моего опыта нет но той папке есть десятки прекрасных примеров вращений с косточек это наши люди это мои ученики это мои кости к этому можно доверять так что вы слышали не звон как говорится слышал звон не знаю где он а вот вы слышали я действительно вот это пропагандирует скотчек можно вырастить шедевр так слышал что в сибири и новосибирске есть морозокий миндаль выдерживает 45 градусов кто-то пробовал в качестве подводит абрикос рассказывайте друзья вы я не пробовал